Народ, вот я с многими общаюсь, наоборот, против Единой России, потому что идет один обман. 10 тысяч вот сейчас дали старикам, все это глаза замазали. Как было нищета, так и будет. Сколько я знаю людей, никто не хотел за Единой Россию голосовать. Вообще весь мой круг общения. Ну, как так получилось, что они выиграли, и те партии, за которые хотели голосовать, вообще не победили. Но это что-то сверхъестественное. И вот что-то с этим надо делать. А что? Не знаю, пока, наверное, общероссийский бунт не поднимется, ничего не получится. Просто руководствуясь здравым смыслом, ну и простой человеческой совестью, ну как их считать легитимными? Ну мы же видели, что произошло на выборах. Но с этим нельзя соглашаться. Да, понятно, что надо исполнять законы, как-то жить по каким-то правилам. Но при этом я могу для себя совершенно четко понимать и сформулировать в любой момент, что это думать нелегитимно. Ну просто я считаю, с этими выборами очень сильно опозорились. Мало того, что власть опозорилась в глазах своего народа, ну и в общем-то в глазах всех соседей. За этими выборами наблюдали все. Как вы думаете, что нужно делать, чтобы в России вновь появился институт честных и свободных выборов? Ну, из такого, из, наверное, самого абсурдного или, может, самого банального, можно просто дождаться, пока скончается наш любимый Владимир Владимирович. Но пока только такое у меня пришло. Либо опять людям, как в апреле, как в декабре, выходить на улицу. На корню все зарубили. Единая Россия – это вот без комментариев дальше. А как думаете, что нужно делать, чтобы в России восстановился институт честных и свободных выборов? Я сейчас наговорюсь себе на срок, да, Денчик? Все такое аморфное стало, и я не знаю даже, что делать. Ну, то есть митинги эти, да что, их вон закрутят всех и все, ну, девочек побьют там, да. Они за эту подачку 10 тысяч рублей готовы там, да, ходить, убивать, ну, точнее, бить там, да, избивать людей, которые хотят просто жить, свободно жить. Субтитры сделал DimaTorzok